Всем привет сегодня, извините за мое не выспавшееся лицо, сегодня видео из раздела Кто бы сделал, но никто не делает, потому что кто встанет сейчас в 6 утра, чтобы пойти и показать вам, как проходит черная пятница в Америке Потому что все мы знаем наши псевдо-черные пятницы, это когда вся неделя, какие-то минимальные скидки происходят по выходным Или просто в течение недели, что является не совсем интересным Сейчас я вам покажу, есть ли очереди на самом деле в одном из самых больших торговых центров Точнее, скорее всего, это и есть самая большая сеть торговых центров в Америке, Walmart И если не будет, то я спокойно зайду и покажу вам, какие скидки проходят тут Я даже пожертвовал тем, что я обычно видео делаю за день до выкладки, чтобы успеть рассчитать время, если что, реанимировать его Так вот, вот это видео, вы смотрите этот обрезок, считайте, через 4 часа он будет на ваших экранах А точнее, он уже на ваших экранах В общем-то, интересно, что Что Walmart сделал сам для себя интересно То есть, мне сказали, что у них почти все sold out, так же, как и билеты на концертах Тимати То есть, полностью все распродано И они начали вчера в 6 вечера, по-моему То есть, вчера было видно тут толпа, а сейчас нету, просто все распродано Я хотел вам показать выгодное предложение, например, iPhone 6 за 100 долларов У нас же таких скидок нету Но я сейчас поеду еще в один, я все-таки решил И, возможно, там что-то будет, потому что он не работал вчера Значит, сегодня там будет полно товара Все, пришел я в Таргет Машин по-прежнему больше, чем обычно Но людей внутри очень мало Из-за того, что площадь торговых центров, она, ну, очень мало Такой площади, ну, у нас нету И просто разбредаются То есть, магазин идет аж туда, вон, вдаль, как вы видите И все, я разочаровался, по сути, потому что Черная Пятница больше не Черная Пятница Я придумал новое название, Зеленый Четверг И, на самом деле, много людей поприезжали и такие, типа, че, мы думали будет драки, как на видео в Ютубе показывают Черная Пятница Вот это я не помню, у нас последние лет 5, как только проходит Черная Пятница Все в своем видео втыкают фрагмент, который был 2012, кажется, я смотрел И там, где люди дерутся, в общем-то, драк никаких нету Надо было вчера приезжать в Четверг, но кто же знал? Кто же знал, что праздник, который называется Черная Пятница, будет проходить в Четверг? Ну, вот и все, типа, Черная Пятница закончилась Я предлагаю ее переименовать в Зеленый Четверг Потому что как раз после Черной Пятницы начинаются рождественские все праздники И просто сильно обогащаются все продавцы, все гипермаркеты и так далее, которые делают у себя скидку Я ожидал большего, я ожидал, сейчас будет там огромная очередь на фотках Есть некоторые фотки в интернете И главное, там, ну, не сильно много видео со всех вот этих вот длинных очередей Но они есть, наверное, скорее всего, где-то в Лос-Анджелесе они проходят Скорее всего, где-то в самом центре Лос-Анджелеса Вот такая очередь и стоит В принципе, почему я думаю, что Черная Пятница переоценена? Да потому что любой товар, который вы найдете на Черной Пятнице Вы сможете найти или на столько же, или на плюс-минус 10 долларов дороже или дешевле на eBay Потому что, заметьте, вы заходите на eBay Сейчас мы обсуждаем американский рынок У нас eBay убрали, потому что в eBay есть такая фишка на доверие То есть, если тебе что-то пришло побитое, там не говорят, ты сам виноват, ты его побил Тебе просто говорят, хорошо, отправляйте, и мы вернем вам деньги Поэтому у нас eBay не запустили, но это уже другая тема Так вот, ты можешь зайти на eBay, и там есть любого товара Давайте, ну, самые ходовые, которые продают тут Ну вот, есть вариант iPhone 6 за 130 долларов И вы вводите iPhone 6, и там 10 тысяч разных, ну, как их, товаров по запросу iPhone 6 И вы просто смотрите, и по-любому вы находите Так, я считайте себе микрофон, как купил Я купил его на 40 долларов дешевле, чем все покупают в коробке в новом Так же и тут, сделали бы они такую же скидку, и это была бы скидка, сколько, 35% То есть, вообще, отличное предложение было Но, с другой стороны, почему это имеет место быть? Потому что, ну, кто будет пересматривать тысячу лотов? Там, да, я быстренько пересмотрел за 40 минут, но обычно, как люди делают? В YouTube еще сортировка по Best Match, то есть, наиболее соответствующие товары И люди посмотрели 5 товаров, о, зашли на Черную пятницу То есть, это самый легкий вариант взять, пойти купить то, что тебе надо было Там есть телек, на который скидка 450 долларов Никто не трогает, хотя, ого-го, скидка 450 долларов на телек скидка, это прям вообще Samsung, все дела И никто его не трогает То есть, тут не было Вот, если в Walmart вчера, кстати, была толпа Там, ну, небольшая, но была Я, кстати, ну, типа, я думал, сегодня тоже так будет Тут не было В Target он открылся сегодня И я пришел, то есть, я успел доехать В 7 он открылся, в 7.05 я уже был тут Сейчас я вам скажу 7.25 То есть, я походил, поснимал И все, все стоит, куча скидки, сейлы Написано по 20, по 30% И никто не берет Вот в чем странно, никто абсолютно не берет Мне кажется, в течение дня его будут Ну, считайте, да, это у нас очень преувеличено Что Черная Пятница там Знаете, когда берут рекламу Сейчас вот перед Черной Пятницей В России, Украине и странах СНГ Она начала популяризироваться, Черная Пятница Всякие разные магазины берут рекламу у блогеров И каждый блогер, типа, вставляет Вот у нас пока что лучше, чем в Америке Потому что у нас нет таких драк И все вставляют один и тот же кадр Где люди влетают на Черную Пятницу Мне даже кажется, то было не Черная Пятница То было какие-то рождественские праздники Или что-то того В общем-то, частично миф развеян В пятницу с утра, сразу при открытии Встав в 6 утра Вы просто можете прийти Ну, вот, как в Таргет, например И набрать всего, что вам надо Всего, что вам душа только пожелает Со скидкой 20-30% Но я вам рекомендую Вот с айфоном, кстати, было хорошее предложение Там еще было хорошее предложение Для тех, кто любит играть в игры PlayStation 4 И я, кстати, попробовал iPhone X подержать в руках И как-то он меня, ну, не так сильно впечатлил В принципе, то же самое, что Galaxy Note 8 Вот если подумать Я потрогал, и они у меня одинаковое ощущение вызвали Знаете, обзорщики так навеяли Что это телефон будущего Такая крутая машина Такая крутая штука Вы не поверите А я потрогал, ну, типа, телефон как телефон Говорили, сложное управление жестами Сразу, легко, очень просто, абсолютно И там, кстати, вот Причем скидка и никто не берет Есть на iPhone 8 Plus и на iPhone X Если на iPhone X ты берешь То у тебя 200 долларов подарочный сертификат Типа И на эти 200 долларов ты там чего хочешь Аксессуаров накупай там Или добавляй, учет покупай, например, Apple Вот А и iPhone 8 Plus И при том, что все iPhone 8 Plus разобрали И за них еще давали 250 долларов подарочный сертификат А iPhone X нет Люди просто не спеша Вон, я даже сейчас вижу Выходят, такие на велике смотрят О, тут прикольно Ага И знаете, периодически так просто люди Выезжают с тележкой С одним теликом Или всякое такое То есть нет этой паранойи Все, что надо, они могут купить Да плюс Постоянно на почту приходят скидки То есть во всех магазинах, в которых вы можете придумать Всегда есть скидки И на eBay всегда скидки То есть тут в покупке чего-то там Того, что не узкопрофильное Например, телефон, телевизор Вы найдете столько скидок Что у вас начнет голова кружиться От того, что выбрать Что будет дешевле И еще один прикол Реклама оружия приходит Тут же, ну, типа, можно законно иметь у себя винтовку Или всякое такое Реклама оружия по почте приходит Это интересная штука Ладно, давайте у меня осталось примерно 2 часа Чтобы доехать, смонтировать и выложить это видео Я очень надеюсь, я успею Всем спасибо за просмотр Ставьте лайк Подписывайтесь на канал С вами был Данил Пай Я показал реальную Черную Пятницу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok